В белорусских вузах начали работать горячие телефонные линии приемной комиссии. Они функционируют в 42 государственных и 7 частных учреждениях. Номера на сайте Минобразования. Звонки принимаются с понедельника по субботу. Обратиться можно с любым вопросом. Например, узнать проходные баллы, список необходимых документов, сроки зачисления и многое другое. В Беларуси стартовала акция «30 дней до победы». До 9 мая пройдут многочисленные диалоговые площадки, посещения мемориалов и мест воинской славы, встречи с участниками Великой Отечественной и узниками фашистских концлагерей, историками-представителями силовых ведомств и прокуратуры. Молодежь поучаствует в квестах и наведет порядок у военных обелисков. Экспорт автокомпонентов из Беларуси в РФ вырос в два раза. И достиг 150 миллионов долларов. Напомним, после введения западных санкций в 2022-м российский рынок автомобилестроения был практически парализован. Сегодня страны ведут активную работу над проектами, которые помогут заменить импортное оборудование в области машиностроения на отечественное. В этом году в Могилевской области планируют посадить 35 миллионов деревьев на площади почти в 5000 гектаров. В основном это будет сосна, ель, ольха и ясень. Часть работ придется на весну. В прошлом году регион больше всех пострадал от ураганных ветров. Повреждено 7 тысяч гектаров леса. Эти территории будут восстанавливаться до 2024-го. В Беларуси на понедельник объявлен желтый уровень опасности. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. В Могилевской области столбик термометра поднимется до плюс 18. МЧС предупреждает, погодные условия могут стать причиной повреждения линий электропередач и лесных пожаров. Субтитры создавал DimaTorzok